Очень хорошее настроение, чудесное. Солнце светит, морозится легкий. Мороз и солнце – день чудесный. Но в конце недели синоптики ожидают потепления. Выходные от нуля до двух градусов. Температурные колебания обусловлены западно-восточным переносом атлантических циклонов. Однако в целом температура воздуха в феврале уже второй год наблюдается выше нормы. Благодаря такой погоде, да, и солнцу, и снегу. В воздухе-то уже пахнет весной? Обязательно. Уже давно пахнет, уже неделю как пахнет весной. Уже соскучились. Планы гулять по набережной, когда будет тепло. Кататься на велосипеде, ездить на омике за Волгу. Ждать уже недолго, судя по предварительным прогнозам, весна обещает прийти раньше срока. Об этом говорят сводки, которые саморские синоптики получили из федерального ведомства. Из них следует, что в марте, как минимум, несколько дней обещают быть с аномально теплой погодой. То, что нам составляют прогнозы предварительные Гидрометцентра России, они дают, ну, такой обобщенный прогноз на март месяц, они температуру дали значительно повыше нормы. Но будет ли это связано с весной? Ну, март – да. А в апреле возвраты холодов они в любом случае будут. В любом случае, как бы там ни повышалось, но все равно еще вот календарные эти месяцы, их никто не отменял. Температурные колебания мало влияют на психологическое состояние людей. Дело здесь больше в солнце и световом дне. С увеличением светового дня меняется настроение, но в основном чутко чувствуют перемены люди инфантильные, говорят психологи. Будет теплее, будет светлее, будет больше возможности общения, радости, прогулок, при которых человеку не придется самому придумывать, чем себя развеселить вечером. И те люди, которые склонны к инфантильности, которых нужно развлекать, они как раз расслабятся, перестанут напрягать тех, кто их должен развлекать. И в общем и целом получится такое. Вздохнут с облегчением все. А вот медики отмечают резкую уязвимость здоровья человека в октябре и апреле. В это время организм чувствует себя слабее обычного, поэтому подвергается инфекционным заболеваниям. А у людей с нестабильной психикой наблюдается обострение из-за смены биоритмов. Вот эта биоритмика оказывает существенное влияние на потенциальную уязвимость человека к развитию психического расстройства. То есть есть генетическая подоплека, есть стрессоры, есть накопленный прессинг, приводящий к поломкам. Но случится это в тот момент, когда организм и головной мозг наиболее уязвимы. Весна уже сейчас начинает будоражить переживания людей. Именно после зимы наружу выходят все те чувства, которые копились внутри. У кого-то эта энергия позитивна, другим же придется провести какое-то время в кабинете специалиста. Мария Леевна, Григорий Плешаков. События.